Друзья, и еще один вопрос мне задала Екатерина. Очень действительно интересный вопрос с такой глубокой проработкой. Смотрите, какие-то великолепные пуговицы у нее получились. И она бы хотела из этих пуговиц создать кисть, которую можно было бы заливать. Основная проблема здесь заключается в том, что они залиты градиентом. Градиентная заливка не позволяет затянуть объект в непосредственно либо паттерн, либо создание кисти. Что с этим можно сделать? Во-первых, можно данный градиент разобрать на объекты, но там получается создание обтравочной маски внутри, и тогда тоже программа ругается. Самый простой и самый действенный будет вариант, если вы возьмете данный объект. Сейчас я его сдублирую, чтобы он у меня был. Объект. Растрировать. И у вас внутри получится растрирование. RGB. Выбирайте, какая цветовая модель, какое качество, прозрачный фон. Ок. И теперь у вас вот эта штука станет вместо векторного объекта растром. И вот из этого растра можно уже будет создать кисточку. Узорчатая кисть. Ок. Вот, видите, он будет распределяться. То есть, ну, у меня компьютер там поругался, но это мелочь жизни. И теперь, когда вы будете рисовать линию, вы сможете залить ее этой кисточкой. Будет сейчас долго думать, потому что я дала высокое качество. Чтобы поменьше думала, побыстрее думала, можно задать качество похуже. Сейчас покажу. Вот, видите, оно получается. Сейчас на второй пуговке покажу. Берете вторую пуговицу, поскольку мы понимаем, что нам, ну, как бы это в заливку. В заливку не нужно суперкачество. Объект растрировать. Прозрачный. И качество 72 поставить. Ок. Вот. Видите, визуально они практически не отличаются. То, что было, то, что стало. Вот только здесь у нас это объекты, а здесь это растровая штучка такая. Да, такое иногда используется. Я вам говорила, что это редкие моменты, но вот в таких случаях иногда это спасает. Вот получилась кисточка. И теперь я могу нарисовать какую-то линию. Объект, контур. Ну, то, что мне нужно. И применить данную кисть. Видите? При этом идет по углам искажение, Поэтому можно взять и, например, сделать объектную, дискретную кисточку. Тогда она не будет искажаться. Вот она здесь появится. Отдельно, как это все делать, это уже уровень про. То есть, если вы пока еще плохо владеете экспортом, как рисовать объект или еще что-то, это сложно. Это будем разбирать. То есть, можно сделать вот так. То есть, вот она еще разница кистей получается. Когда, видите, вот здесь получилось капелькой, а здесь кружочком. То есть, здесь объект, он деформируется в зависимости от искривления, а здесь нет. Вот таким способом. Я думаю, что это самый оптимальный вариант в данном случае. И самое лучшее качество, сохраняя ту картинку, которую вы сделали. Вот так вот.